всем привет я сегодня в таком зеленом фоне все свои цветочки вытащила на кухню нет не все часть которая поменьше предисловие немножко скажу что весной цветочки тоже как и люди требуют витаминчики подкормки пришла пора их подкормить удобрением вот что я делаю как ухаживаю значит так вот мелкие цветочки я сюда выставила их я буду подкармливать таким вот раствором я показывала видео развела дрожжи сахар простояла у меня вот эта вся смесь трое суток вот эти растения буду подкармливать значит на вот этот раствор разбавляю 1 5 то есть у меня здесь 6 литров и 3 6 литров воды и 3 стакана вот этого раствора я добавлю ну то есть мне понадобится вот такой объем вот этой концентрированного удобрения вот этим вот удобрением я и буду кормить эти вот цветочки потому что они маленькие не хочется чтобы они больше как пустились в рост видите герань у меня уже набирает цветочки и чтобы придать ей силу дальше для цветения вот именно я буду с дрожжами это подкармливать вот этот вот тоже цветочек я не знаю как называется не стала искать вот у меня пушистенький стоит на окне он более такой пушистый и зелененький а этот немножко он в притяненном месте стоит но все равно вот веточки выбрасывает поэтому должна быть подкормочка такая скажу про спотифилум который я показывала что он у меня заболел вот поэтому я и сделала удобрение на дрожжах видите я его еще не поливала вот этим удобрением он уже но все равно немножечко как после пересадки начал сказать акклиматизироваться что ли но джухлость еще не исчезла поэтому буду поливать им прежде чем вот знаете земля у меня влажная я три дня назад полила теперь что я делаю я каждый цветочек прорыхлила землю земля влажная повторяюсь вот рыхлю землю в каждом горшочки и затем только во влажную землю пролитую и простоявшую три дня я добавляю удобрение мы же удобрением не поливаем чтобы они напились а просто подкармливаем делаем подкормочку такую и поливаю вот это не поливаю опять же подкармливаю просто вот например я сюда налью ну стаканчик как земля влажная ну и король на все вот эти вот цветочки в каждый горшочек наливаю по стаканчику маленькие этого будет достаточно сюда я налью может быть чуть побольше так как герань большая но очень быстро впитывает она у меня сейчас стоит на балконе там уже тепло два стакана ей будет достаточно сюда тоже так сейчас перейду другую часть у меня еще большие есть растения если кто смотрит мои видео видели какие растения я тоже вот эту водичку полью на другие растения но я не рекомендую поливать вот этим не знаю по крайней мере не рискнул орхидею поливать у меня есть орхидея стоит в спальне для нее вообще покупаю отдельное удобрение именно для орхидеи потому что как-то мне кажется она все-таки немножко привередливая ко всем этим вкусностям так вот эти вот у меня растения я не буду их поливать дрожжами а сделаю вот такую под формочку из шелухи яиц я ее просушиваю но набираю какое-то количество видите сколько много получилось тоже земля влажная растолкла и просто я вот так вот земельку посыпаю прорыхлила тоже земля прорыхленная вся то есть как я подготавливаю их лету чтобы они у меня росли и были сытые вот и потом тоже палочкой не палочка просто чуть-чуть вот так вот немножко земелькой перемешиваю потом в процессе поливания все это в яичной скорлупе находится кальций который нейтрализует щелочь в почве вот поэтому она тоже полезна для этих растений здесь также земля у меня влажные сюда набрасываю еще как я не буду задерживать все это разровняю еще что я делаю вот смотрите у меня есть марганцовочка марганцовочкой опрыскиваю все вот это вот зелень я ее просто развожу в бутылку большая концентрация марганцовки с водой и потом уже вот сюда вот воду наливаю и буквально несколько капель чтобы была была она розовата и вот так вот все растения обрызгиваю иногда фикус вот этот вот фикус бенджамина я купаю показывала тоже есть видео и вот этот цветок очень любит купание и видите результат листики все зелененькие то есть он тоже отдает свою любовь и как и я же и обязательно водой не из-под крана поливай вот эту тоже я развела удобрение отстойной водой в бутылках видите я и держу в бутылочках вот эти вот вот эту воду которая поливая она мне теплая комнатной температуры так что еще хотела я сказать ну наверное и пожалуй все вот так вот я удобряю растение и потом знаете я покажу вам когда он у меня будет густой красивый зеленый я думаю такое будет после вот этого удобрения я сниму обязательно видео и скажу какой эффект полезно не полезно вот это вот все так сказать то есть от болезни это будет ли эффект так пожалуй пожалуй все может быть кто-то еще по-другому как-то подкармливает поделитесь советами вот мне вот интересно вот про спатифилум может да действительно кто-то у кого-то тоже такая история напишите расскажите или видео снимите покажите ну все ладно до встречи пока пока как всегда забыла сказать вот еще что когда я варю картошку иногда бывает в кожуре воду не выливайте в раковину или куда-то еще просто ее остудите и потом на любое растение поливать я всегда так делаю это действительно хорошее удобрение еще когда вы моете рис гречку тоже вот эта водичка она богата там много минеральных удобрений которые полезны для растений фосфор магний калий все 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 тоже вот этой водой хорошо поливать растения то есть бесплатное удобрение так что вот этими советами пользуйтесь действительно это все цветет и сами видите все вот так вот и на стене красота вот моя забытая мой забытый совет ну все пока ну все пока